Команду Елены Константиновой формировали в два этапа. Из всех претендентов отобрали 18 спортсменок, готовых к серьезной работе с перспективой попадания в элиту волейбола. Бывшая Зареченко, а ныне тренер отделения по волейболу Московского областного училища Олимпийского резерва, Елена Константинова в своих подопечных уверена, говорит, в зале только преданные спорту волейболистки. Конечно, хочется, чтобы со мной работали самые лучшие детки, но не у многих девчонок получилось приехать. По каким-то обстоятельствам родители боятся отпускать девчонок. У кого-то стоит задача закончить музыкальную школу, художественную. Волейбол в душе не на первом месте. И те, которые в волейбол верят и хотят добиться чего-то, они со мной сейчас рядом. Совместно с волейбольным центром Московской области открыли отделение волейбола девочек по классическому волейболу. Это благодаря совместным усилиям, повторюсь, волейбольного центра и федерации из-за нашего тесного контакта и сотрудничества. И спасибо министерству, что они пошли на это и открыли отделение волейбола в Звенигороде, училище Олимпийского резерва номер 2. Открытие волейбольного отделения на базе областного училища – это совместное детище Федерации волейбола, образовательного учреждения и волейбольного центра Московской области, которое ныне возглавляет Сергей Таиров. Главный посыл – воспитание собственных кадров для пополнения действующей команды «Заречья Одинцова», которая в предстоящем сезоне заметно обновила состав. Мы набрали новых молодых девчонок, пришли к нам в команду. Часть девочек из прошлой нашей команды Подмосковья поднялась к команду «Заречья Одинцова» и будет играть на постановленной основе. Помимо команды Суперлиги «Заречья Одинцова» областной волейбол представлен мужской командой «Искра Подмосковья» и женской «Подмосковья». Спортивный молодежь в руках опытных наставников – Петра Кобрина, Александра Гусева, Сергея Алексеева и Александра Смирнова. Волейбольный центр Московской области развивает и пляжный волейбол. В планах – открытие специализированного отделения. В следующем году у нас еще будет открываться, наверное, и отделение мужское УОРа для того, чтобы подпитывать нашу команду и не набирать игроков, не покупать, соответственно, в других регионах. Также хотим открыть отделение с Дюшора по пляжному волейболу, чего еще нет практически. У нас даже в стране нет ни одного отделения. Все пытаются из классиков уже как-то перейти в пляжный волейбол. Для полноценных тренировок воспитанницам училища созданы максимально комфортные условия. Девушки живут в гостинице спорткомплекса, обучаются в близлежащей седьмой гимназии. И спортсменки, и тренеры нацелены на олимпийский результат. Ведь в этом виде спорта как никогда важен рост, в том числе и профессиональный. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».